Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня вторая часть видео о том, что съела моя кожа в январе. Прошу вас не удивлять, у меня действительно скопилось очень много баночек пустых. Мне очень хочется рассказать вам о том, что есть хорошего и что стоит, я думаю, опасаться и просто не приобретать, потому что вы потратите зря ваши деньги. Так, давайте же скорее приступим. Первое, что я хочу показать, это очень хорошее ванильное масло, гидрофильное от компании Spivak. Не все средства от Spivak мне нравятся, но большинство нравятся. Это очень-очень бюджетное средство, и я использую многоступенчатую систему очистки. Вначале я использую масло на сухую кожу, но перед этим, естественно, я снимаю с глаз специальным двухфазным средством, которое никак не раздражает мои очистительные глаза, макияж с глаз, и потом уже гидрофильное масло. Для тех, кого интересует, каким образом, как, что, зачем, сколько раз и как я умываюсь, как я снимаю макияж, пожалуйста, посмотрите, у меня есть видео о поэтапном уходе. Это корейская система, по сути, азиатская. Она действительно шикарно работает, как на сухой, на зрелой, на жирной, на молодежной коже. Молодежной молодой кожи. Сегодня у меня странные. Да, я после того, как позанимаюсь с учениками, так много разговариваю, что потом я такие иногда перлы выдаю вам. Ну, ничего, для вас же будет веселее. Средства здесь не очень много. Стоит оно, по-моему, 150 или 160 рублей всего лишь. В этой баночке 100 грамм. Оно имеет приятный ванильный такой слегка аромат. Те, кто интересуется, хорошими бюджетными маслами для снятия макияжа. Я могу его советовать. И баночки эти, видите, открываются так, как шампунь. Мне это не очень удобно. Я люблю с дозатором, поэтому я переливаю в люксовое средство, которое у меня закончилось. Тоже гидрофильное масло. И с удовольствием использую. Хватает его надолго. Оно хорошо смывает макияж. Оно не сильно пенится, в отличие от более такого дорогого сегмента. Но макияж снимает отлично. Мне не раздражает глаза. Многие говорят, что им раздражает масло гидрофильных глаза. Но я не знаю, ребят. Я просто стараюсь не открывать глаза в тот момент, когда я умываюсь маслом. Но даже когда открываю, в принципе, у меня нет никакой реакции. Но что я вам хочу сказать. У них иногда бывают странноватые ароматы. Вот ванильная действительно вкусная. Поэтому если вы к натуральным маслам относитесь с опаской, либо не очень любите какие-то натуральные ароматы, то берите ванильную. Так, следующее средство. Это пенка от The Siem. Siem. Она у меня подошла к концу. Вот как раз на грани того момента, как я показывала вам точно такую же с улиточной слизью в прошлом своем видео. Эта пенка у них называется овощная. Не везде ее можно приобрести. Я уже говорила вам, что вот такого плана, пеночки, которые нужно взбивать специальной мочалочкой, ну, либо вы просто можете использовать любую мочалку, которая у вас есть, по сути говоря, такую, ну, вот сетчатую, знаете, такие продают. Пушистенькие такие, круглые. Вот можно вот эти средства взбивать. Оно похоже по консистенции. Ребят, я даже вам не знаю, как указать. Может быть, что-то там осталось. Такое, как крем для бритья. Вот такое вот у нее консистенция интересная. Но оно шикарно взбивается. Да, это очень-очень густую пену. Прекрасно очищает. То есть, вот доочищаю я лицо уже после гидрофильного масла вот такими вот пенками. Но только вечером, утром я использую другие более щадящие средства. Хотя вот эти вот тоже не сушат. В прошлом своем видео, в первой части о том, что съела моя кожа в январе, я оставляла вам уже ссылочку на похожую пенку от Mizone. Оставлю вам и в этом. Просто не мучайтесь, не ищите вот такие вот средства. The same, see, em, не так их много. Хотя какое-то количество, какой-то ассортимент на iHerb тоже есть. Одна обычно у нас стоит пенка на раковине и другая в душевой кабине. Вот этот вариант, естественно, с помпой, которая выдавливает... Не знаю, здесь что-то осталось. Да, вот видите, она выдавливает сразу пену. Это мусс для умывания, для очень сухой кожи. После того, как вы умылись, соответственно, гидрофильным маслом, но если вы хотите все-таки использовать такую же систему очистки, как и я, лица от макияжа, до макияжа, то тогда необходимо уже доумываться вот таким вот средством, либо вот тем, которое я только что вам показала, пенкой, которую нужно взбивать мочалкой. Но вот это удобно, конечно, для использования именно в душе. Нажал, умылся и все, никаких проблем нет. Очень быстро, хорошее. Но, конечно, и заканчивается оно гораздо быстрее, чем все остальные пенки. То есть, если, к примеру, вот эта пенка стояла у меня полгода, то вот эта закончилась у меня, ну, где-то за пару месяцев. Ну, еще иногда дочка, конечно, мне иногда помогала. Она нечасто наносит макияж, поэтому ей не требуется такой сложной очистки. Ну, и, в принципе, у нее есть своя пенка для умывания, тоже натуральной косметики. Так что вот эти вот средства я могу рекомендовать, особенно тем, у кого очень сухая кожа, и кто страдает стянутостью, и вот после этих средств нет ощущения стянутости. Однако вот это от Невея дает, знаете, такое чуть-чуть ощущение, как будто уже какой-то крем нанесен, ну, или хотя бы тоник увлажняющий, вот что-то такое. Поэтому для жирной кожи, конечно, такие средства не подходят. Но в этой же серии муссов, которые взбиваются вот с помощью вот такого вот приспособления внутри помпы, и есть и для жирной кожи вот в Невея. Далее, я обязательно увлажняю лицо, либо я использую кислотные тоники. Тут было написано, у меня видите, срочно. Это тоник с кислотами фруктовыми от Vitex, Vitex Concern. Идеальное отбеливание, Ideal Whitening, отбеливающий тоник пилинг для лица против пигментации, против веснушек, ну и так далее. Я не могу сказать, что он так действует, но действительно он слегка обгачен кислотами, не сильно, потому что у меня даже нет никакого ощущения такого вот на лице. Хотя многие мне писали, что вот этот тоник они пробовали, у них прям горит аж лицо. Но вы, наверное, просто не пробовали ранее никакие кислоты, возможно, да. Но здесь нет никакого спирта, здесь только ячейки кислоты фруктовые, которые хорошо пилингуют верхний слой кожи и тем самым помогают вашим кремам потом получать более открытый доступ к более глубоким слоям кожи и, соответственно, увеличивают их интенсивность действия. Поэтому вот такие вот тоники я бы рекомендовала тем, именно у кого еще нет пока привычки никаким кислотам, ретинолу, витамины Е, ну и так далее. Крымская вода лаванды. Очень мне нравятся вот такие вот натуральные водички. Опять же, спивак концерн. Это натуральный гидролат, им прям сильно обрызгиваться нельзя, если у вас есть какая-то предрасположенность к аллергическим реакциям на натуральные продукты, на цветы и так далее. То есть вы, пожалуйста, знаете. Я очень рада, что у меня нет аллергии на такие средства, хотя я вам рассказывала, да, есть небольшая пищевая аллергия. Вот. Но вот это мне очень нравится. Здесь еще дозатор такой спрей. Вкладывается сюда, он заменяет, вот эта крышечка заменяется, и можно пшикаться. Но такие средства я храню в холодильнике, чтобы они были всегда свеженькие, холодненькие. И, соответственно, я использую их в утреннем своем уходе. Иногда дневном, если мне не хватает какого-то увлажнения. Просто потом наношу после умывания, после тоника иногда, иногда после макияжа, чтобы прибить пудру. Вот такие вот средства. Мне они очень нравятся. Закончилось у меня аж три крема для глаз. Будьте удивлены, ну, точнее, для века и не для глаз, ребята. Я просто немножко устала, уже сегодня заговорилась. Так, значит, вот этот крем был вот в такой упаковочке. Это Белита. Вы же видите, второе белорусское средство. Но мне нравится белорусская косметика. Я не боюсь каких-то ненатуральных составов. Я вам говорила, если нет аллергии, если на меня хорошо влияет средство, я не мучаю себя фобиями какими-то. Я не ищу какие-то запрещенные составы. Кстати говоря, вы спрашивали у меня по поводу возможности сделать такое видео о вредных составах косметики. Вы знаете, друзья, вредных – это очень слово такое неоднозначное. То есть, для кого-то что-то фруктовое вредно, а для кого-то силикон забивает поры, а кому-то кислоты ужасно жгут. Поэтому, наверное, ну, не стоит делать такое видео. Я уже отвечала вам, да, пожалуйста, не обижайтесь, не расстраивайтесь. Но даже при наличии мужа-химика я бы не стала никого пугать видео, в которых я бы рассказывала, что вот это вредно или вот это. Потому что все очень индивидуально. Я не хочу развивать у вас какие-то фобии. И, пожалуйста, используйте то, что вам нравится, и не мучьте себя страхами по поводу состава. Все согласовано, все сертифицировано. Поэтому, ребят, ну, никому не хочется судебных каких-то разборок и плохих отзывов. Поэтому все-таки какой-то, ну, контроль даже в белорусской косметике, в российской косметике, он, безусловно, существует, потому что все они выходят на международные рынки. И концерн Belita Vitex под очень-очень строгим надзором, потому что они торгуют за границей в том числе. Вот так. Итак, это Royal Care. Это хороший крем, роскошь, питание, интенсивное омоложение. Я не заметила ничего такого. Еще раз говорю вам, что в бюджетных средствах я не ищу никакого избавления от морщин, от отеков или еще чего-то. Для меня это просто очень-очень хороший увлажняющий средств. Целых 30 мл. Это прям радостно, потому что у меня крем очень-очень быстро заканчивается. Вот такие кремы, они дорогие, хорошие, увлажняющие. Я ставлю просто в туалетную комнату каждую. И просто, когда я умываюсь, либо когда я выхожу из душа, я сразу же наношу вот такие вот кремы, ну, после тоников, естественно, уже под глаза. В каждой туалетной комнате у нас их две стоит вот такой набор. Гидрофильное масло. Далее. Какая-то пенка для умывания. Ну, в зависимости от того, утром я умываюсь или вечером. И тоник. Он может быть увлажняющий, он может быть с кислотами. Али обязательно стоит какой-то крем под глаза. Вот так у меня все это примерно и заканчивается все вместе, да, ну, через какое-то время. Всегда есть вот такой у меня набор. Всегда в пустых баночках. Поэтому, ребята, я очень советую вам, если кто-то страдает точно такой же стянутостью кожи, как у меня, у кого вот все-таки такая суховатая возрастная кожа, вот это чтобы все у вас было. Чтобы выйдя из душа или умывшись, вы сразу же могли сбрызнуться какой-то водичкой и нанести какой-то крем под глаза. Хотя бы какой-то, чуть-чуть увлажняющий. А дальше уже все остальные средства, вы знаете, где я храню, на своем туалетном столике, в холодильнике, если это натуральная косметика и так далее. То есть я забучусь о том, чтобы моя кожа не пересыхала. И вот такие вот кремчики у меня в помощь. Так, еще два крема под глаза. Один у меня как в качестве сыворотки, и второй именно как питательный крем. Давайте расскажу про первый. Это крем от Reviva Labs. Eye Complex Forming Care. Отзывы на этот крем очень-очень разные, но на мне он работает прекрасно. Крем имеет неплохой состав. Здесь гора просто масел и концентратов растительных. Опять же, такой натуральный, полу-натуральный состав. Производитель это США. Заказываю я все средства от Reviva Labs на Eye Herb. И что я вам хочу сказать. В этом креме содержатся все вещества, которые укрепляют тонкую кожу под глазами. То есть, другими словами, крем этот призван именно forming. То есть подтягивать кожу в зоне вокруг глаз. То есть, все гусиные лапки уплотнять кожу, делать ее более такой молодой, свежей. Сам по себе крем абсолютно нежирный. Он полностью-полностью уходит в кожу. Вот полностью впитывается. Поэтому для меня это все-таки больше не крем, а как сыворотка. И далее я его еще перекрываю кремом. Также я наносила его на зону, где формируются легкие такие полосочки, складочки на лбу и на носогубные складки. То есть, он тоже немножко расслабляет, сглаживает неровности, сглаживает морщинки. Я думаю, что в принципе его можно наносить как днем, так и вечером. И особенно для тех, у кого жирная кожа, жирные веки. Я думаю, можно наносить даже будет на верхнее вот это вот веко. И как бы чуть-чуть расслаблять мышцы и чуть-чуть подтягивается кожа. Очень советую вам его попробовать. После того, как я сняла видео о том, что у меня хранится на комоде и чем я пользуюсь в данный момент, Клиник All About Eyes Rich у меня закончился сразу же. Но я вообще очень часто и много пользуюсь кремами под глаза. Потому что, ну я уже говорила, я берегу эту область вокруг глаз. Нет морщины, не надо. И слава богу, я довольно много наношу средств. Иногда даже у меня макияж подскатывается, я поправляю. Но для меня, честно говоря, важнее даже не сколько идеальный какой-то макияж, сколько увлажнение. Ребята, вот, ну, наверное, те, кому 20 лет, меня не поймут. Ну, а, наверное, те, кому уже за 40, как мне, понимают, насколько важно правильное увлажнение и питание зоны под глазами. Этот крем можно наносить даже под макияж. Однако он действительно очень-очень дорогой, на мой взгляд. И есть похожие составы в Revival Labs, я вам несколько раз говорила. Throw and Eye Cream All About Eyes Rich от Клиник продается у нас, к сожалению, в России только в 15 миллилитрах. Хотя за рубежом в Европе есть 30 миллилитров. И, конечно, это более выгодно. 15 миллилитров, ну, для меня вот такого густого жирного крема, это маловато. А еще, ну, такой жизненький более-менее. Он как-то экономно используется, а вот этот прям у меня улетал моментально. Он такой, как баттер. Но мне, в принципе, понравилось. То есть, если мы говорим о нем, а не его заменителях более бюджетных, да, хорошее средство. Но если у вас есть, ну, такие возможности его приобрести. Я приобретала его по скидке за 1000 рублей в Литуале. Когда у них есть вот такие крупные распродажи, я считаю, можно попробовать его. Но когда распродаж нет, 2500, это много. Бальзам для лица питания номер один. Супер увлажнение и питание отличный. Но аромат мне не подошел. Это Ви Косметика серия Индика. Тем, кто любит аромат меда, вот прям так вот цветочного, настоящего меда, вот вам сюда. Ну, вот мне, ну, никак я не люблю аромат меда. И напитки с медом не люблю. Хотя сама мед очень люблю кушать. Но именно вот сам мед. Вот, все, что касается ароматизаторов. Ну, здесь натуральный абсолютно состав. Здесь действительно содержится мед. Я не очень выдерживаю. Вы знаете, когда я использовала его днем, потом весь день, если я находилась дома, работала дома, у меня вообще кожа не сухла. Хотя сейчас, как вы понимаете, у нас жуткая духота и тепло дома. Поскольку на полную включены батареи, ну, конечно, я их регулирую, но тем не менее. Потому что просто очень холодно в Москве. Я показывала, какая погода. И, кстати говоря, вот сейчас я пыталась 3 часа снять видео, но никак не могла, потому что у нас чистили крышу от завалов просто. Снега и тарахтели коммунальные службы вокруг дома. Просто ужас. Я несколько дней не могла снять это видео, поэтому вот немножко запаздываю, но тем не менее. Все, что продается в Ви Косметика, мне очень-очень подходит. Эта натуральная косметика хранится год в холодильнике. И много средств у меня закончилось в прошлом видео, я вам показывала. Хотя серия такая, ювердическая, вот эта индика. И тем, кто любит вот супер-супер натуральные средства, без силиконов, без парабенов, без-без-без, вот попробуйте. Оставлю вам ссылочку на их сайт. Друзья, 2 скраба, ну, точнее так, 1 пилинг, 1 скраб. Пока я не поставила их в свою душевую кабину, они у меня никак не шли. В итоге, чистая линия, знаменитый этот скраб с абрикосовыми косточками, да, он очень для меня казался жестким для лица, я никак его не могла использовать. Для тела его использовала, будете смеяться. Ну, да, естественно, для тела он, ну, слишком маленький, поэтому он ушел у меня довольно быстро. Ну, конечно, я не советую девушкам с возрастной кожей использовать такие средства на лицо, потому что они растягивают кожу, травмируют. Ребят, вообще не нужны сушевские скрабы. Используйте кислоты легкие, и даже тоника с кислотами уже бывает достаточно для того, чтобы от шелушивания нужно удопиться. Вот это, конечно, жесть. Я не знаю, как девушки и взрослые женщины этим пользуются, это просто убийство. Если вы посмотрите в микроскоп потом на вашу кожу, вы будете плакать, она вся истарапанная, вся в крови. Аккуратнее с такими средствами. Отбеливающий пилинг белый лен, средство неплохое, но, опять же, да, здесь есть микро-микрочастички, но они искусственные, я так понимаю, такие вот созданные, или это пемза, но, в общем, что-то совсем такое нейтральное. Производитель Floresan, я бы не сказала, что он действительно реально прям сильно отбеливает. Это вот для начинающих, для тех, кто боится использовать какие-то более сложные кислоты, но такие более активные. В принципе, вот эта отбеливающая серия на меня не оказала большого воздействия, но, опять же, потому что у меня, наверное, уже нет никаких пигментных пятен, и правильным уходом я от них просто избавилась. Хотя, да, они были, они были явные, и, ну, просто был неправильный уход, плохая защита от солнца. Именно это средство я использовала на зону шеи и декольте, ну, и просто сразу же наносила его быстренько, как в качестве такого легкого пилинга, буквально чуть-чуть массировала лицо, но, опять же, повторюсь, он очень мягкий, он совсем никак не царапает кожу, поэтому вот в душевой кабине он у меня улетел моментально, если у вас никак не идут вот такие вот средства, забывайте ими пользоваться, ставьте просто куда-то на порожек ванной или в душевую кабину, они у вас улетят. Крем-пальчики, хенд-крем, вот такой вот, ничего не могу ни хорошего, ни плохого сказать, обычный крем, ничего особенного, я постоянно в поисках хороших кремов, у меня довольно сухие руки, я постоянно что-то делаю, я все время с какой-то тряпочкой, я не успеваю надевать перчатки. У-ка-пальчики, действительно так и называется компания, но, не знаю, мне кажется, есть кремчики получше. Убийственное разочарование от Спивак, вот то, про что я вам говорила, не все, что они продают в натуральной косметике Спивак, мне нравится, очень бюджетная косметика, я показывала вам этот скраб для тела, ой, господи, называется этот скраб Мохита, вот сейчас я открыла, я прям чувствую аромат сильно прогорклого масла, ребята, он абсолютно точно испорчен, либо он на неправильном каком-то очень дешевом масле, ну, в общем-то, он и дешевый, но нельзя так изготавливать вот такие вещи, либо их неправильно хранят, я не знаю, в чем проблема, но такое ощущение, что, знаете, на нем жарили картошку с салом, а потом запихнули вот в эту банку с солью, ну, невозможно, здесь должна быть вроде как мята, вроде он должен какой-то приятный аромат иметь, но он ужасный, жуткий, мало того, он не просто имеет плохой аромат, он еще и не смывается с кожи, то есть вот это прогорклое масло начинает кататься, оно такое вязкое, то есть, ну, оно явно-явно испорченное, я боюсь даже его наносить, я попробовала чуть-чуть нанести на руку, потому что мне показался странным аромат, я была права, я даже не стала его наносить на тело, я просто боюсь потом стать скользкой, как пельмени, никогда уже это с себя не смою, просто нереально это смыть с кожи, поэтому я вам не советую вот такие вот скрабы у них заказывать, в спивак, если вдруг у вас был хороший, напишите мне, где вы приобретали хороший, но вот мне, к сожалению, с этим скрабом не повезло, хотя вообще, в принципе, скрабы для тела я очень люблю, и последний у меня был компания Шоконат, он шикарный, я вам рассказывала, посмотрите, пожалуйста, тоже натуральная косметика, но это уже профессиональная косметика, она стоит чуть-чуть подороже, но оно того стоит, там шикарные ингредиенты, вот здесь вам оставлю ссылочку, кстати говоря, если вы приобретаете косметику Шоконат, обязательно не забывайте указывать код Жанна, потому что для вас будет подарок, целых 6 пробников, и будет крем для рук еще в подарок, так что советую вам не забывать указывать этот промокод. Закончились у меня аж 3 средства для волос, одно из них вот такая вот маска, коса до пояса называется, я носила ее с собой в сауну, фитнес-клуб, и во время того, как я находилась в сауне, она носила, и так она лучше действует, если вы не знали, то да, это очень полезно, еще вы можете прогревать феном, кстати говоря, голову надевать, шапочку прогревать феном, каким образом вы сократите время, необходимое на то, чтобы маска подействовала, может быть достаточно 5 минут, у вас будут шикарные мягкие волосы, такие послушные, и ингредиенты быстрее будут впитываться. Смотрите, значит, это восстанавливающий бальзам для волос, морские минералы и органические масло фукуса. Органик Китчен это подраздел компании Органик Шоп, вот такие средства Органик Китчен у них для волос. Приобрести вы их можете совершенно в любом магазине, как на их сайте Органик Шоп, так же и на даже Бьюти Хом всеми любимом они есть, ну, в общем, на многих-многих других сайтах, сравнивая те цены, очень часто бывают гораздо дешевле, чем на их сайте в распродаже. Эти средства здесь целых 100 миллилитров, стоят они не более 100 рублей, даже при полной цене. Я приобретала что-то еще дешевле, по-моему, за 70 или 80, используемые такие средства с огромным удовольствием. Следующее средство, которое у меня закончилось, я использовала пока одну только баночку, Эсвицин экспортный, теперь он называется вот так. Это такая вот водичка, тоник для корней волос, питательный. В основном это комплекс витаминов для волос. Я не могу сказать, что прямо после него какие-то другие становятся волосы, но какое-то вот такое, знаете, пушистость добавляется волосам. Я стала замечать, что после правильного ухода, который я начала осваивать в этом году, у меня стали быстрее расти волосы, и их стало чуть-чуть, по крайней мере, больше, что меня не может не радовать. Сейчас у меня еще в использовании целая бутылочка этого Эсвицин. Как вы видите, очень бюджетная цена. В наших аптеках московских 143,50. Я думаю, есть еще и более бюджетная. Многие его даже пьют. Меня это, честно говоря, идея пугает. Наверное, все-таки не пейте. Пейте витамины, пожалуйста. Эсвицин не нужен, он для волос. Буду сейчас пока использовать вторую баночку, потом обязательно поделюсь своими ощущениями. Закончилась у меня вот такая вот Белита Витекс. Опять же, этот концерт совместный теперь у них. Профессионал Лайн сыворотка 4А несмываемая. С очень-очень удобной помпой. Это такой вот прозрачный гель, который втирается в корни волос, и, соответственно, дальше вы волосы можете высушить феном, можете просто взбить и высушить. Не сильно он как-то остается на волосах. Главное наносить именно на корни. Что я вам хочу сказать? Ну, здесь серепейное масло по составу и витамины. Я не увидела прям большого-большого какого-то такого оживления на своих волосах. Но его неплохо использовать как укладочное даже средство для тех, у кого ослаблены волосы. Вот кто любит белорусскую косметику, так это у нас с вами уже третий белорусский товар. Итак, наносите его на корни волос. Чистые и нечистые, как вам нравится. Немножко взбиваете, высушиваете, и он так как-то придает форму. То есть он немножечко фиксирует, что ли, не знаю. Ну, вот как-то он так обволакивает волос, и волос становится более плотный. Вот такое вот у меня ощущение. Действительно, очень бюджетное средство. 300 мл. Это большая упаковка. Цена очень бюджетная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова